Привет, друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. И это очередной скринкаст специально для группы ВКонтакте Visonic Vipad 7. Если вы смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Если у вас данный планшет, мы будем вам очень рады. Если вы просто обладатель другого планшета на базе операционной системы Android, в любом случае подписывайтесь на канал, комментируйте. Мы будем вам очень рады, а вам будут очень интересны наши обзоры, я вас уверяю. И сегодня будет такой цикл игр для фана, то есть, в принципе, казуальные игрушки, убивалки времени, таймкиллеры. В прошлый раз вы встретили эту рубрику на ура, поэтому давайте посмотрим на сегодняшних героев. Первая игрушка Devil Ninja. Сразу хочу вас предостричь. Эта игрушка, значит, есть порядка трех, по-моему, четырех частей этой игрушки на маркете, но, как ни странно, первая игра с более плохой графикой, она очень сильно притормаживает на нашем девайсе, и, собственно, появляется множество артефактов, потому что она не рассчитана на большие экраны. Вторая же игра работает на больших экранах комфортно, давайте зайдем в опции. Но, как ни странно, она притормаживает. Я обычно всегда показываю игры, которые не тормозят, но мне эта игрушка понравилась, и просто я в нее довольно длительное время играл на своем планшете, ну, на своем смартфоне, то есть, поэтому я бы хотел все-таки поделиться с вами. Может быть, кого-то такая производительность вполне устроит, потому что и на планшете я тоже в нее играю. Значит, можно отключить звук, и можно отключить вибрацию. Итак, это классический раннер, за небольшим исключением. Он такой динамический, как, допустим, Кнайт, который я показывал в прошлый раз, но эта игрушка казуальная такая, простая. Итак, нам показывают быстрое управление, то есть, что в ней есть, значит, джамп, также можно делать двойной джамп, пауза, значит, количество шурикенов, также энергия, то есть, энергия, которую мы собираем, ее мы можем тратить на различные, как бы, внутриигровые возможности. У главного героя есть суперсилы, и также мы можем атаковать врагов. И также дистанция до конца уровня. В игре есть боссы и тому подобное, но, значит, теперь поговорим о производительности. Игра работает довольно гладко, и она, в принципе, иногда притормаживает. Наверное, так скажу, графика не на высоте, то есть, она не какая-нибудь заоблачная, как в Кнайте. Единственное, что может быть, ну, как я уже сказал, наверное, там небольшая команда девелоперов, поэтому они не могут слишком оперативно адаптировать свою игрушку под различные вариации экранов. Но давайте посмотрим. Все равно играть можно, и играть нужно. Такая вот графика. Если кому-то кажется, что геймплей довольно детский, то не надо. Игрушка очень интересная. Мы собираем шурикены. То есть, все идет гладко. Как я уже сказал, тормоза происходят непонятно почему. То есть, допустим, когда никаких врагов нету, но... Все равно хочу поделиться с вами этой игрой. Мне она нравится. Так, я умер. Но дошел до босса. Давайте попробуем еще раз. Можно опубликовать свой рекорд. Но мы попробуем мой рекорд просто-напросто побить. Во время игры можно нажать на паузу и посмотреть, сколько мы пробежали и сколько мы убили врагов. Вот такая вот статистика интересная. В игре присутствует реклама, потому что игра абсолютно бесплатна. Также нужно отметить, что сама фирма специализируется на играх подобного жанра. У главного героя три сердца. То есть, мы можем выдержать три попадания. У нас от врагов. Ну, в игре есть различные преграды. И вот появился босс первый. Такой вот дракон. Значит, давайте будем валить его шурикенами. И есть суперсила у героя. Вот я вызвал дракона. Который уничтожает все на своем пути, включая преграды. В общем, я надеюсь, вам эта игрушка понравится так же, как и мне. И никто не будет, как сказать, недовольным из-за того, что она слегка притормаживает. Потому что это слегка вполне нормально, а игрушка мне нравится. И я надеюсь, также найдутся единомышленники, которым она тоже понравится. Вот можно собирать различные сферы, которые дают нам энергию. Ах, я умер, хотел показать вам еще одну силу. Вот, допустим, луч. Луч силы. Он уничтожает все на своем пути, включая и преграды, и врагов. И также есть две силы, как я уже показывал в обучении. То есть, это красная и синяя. То есть, красная отвечает за дракона. А синяя за луч света. В принципе, у меня было даже такое предположение, что тормоза, как бы, продумано, что это своего рода замедление времени. Но не могу ничего говорить с уверенностью. Потому что на смартфоне у меня тормозило только, когда использовал вот этого дракона. Ну, а когда был луч света, все работало нормально. Я умер, но я побил свой рекорд и пробежал намного больше. Игра закончена. Собственно, тапаю, чтобы закончить. Но я уже показал эту игрушку. Собственно, нас просят ее пропиарить в маркете. Отсюда можно посмотреть, какие еще игры сделала эта команда разработчиков. Но все их не игры, это, в принципе, игры из жанра раннер. И причем старые игры, то есть, The Devil Ninja 2, они как-то не очень дружат хорошо с нашим планшетом. Спасибо за игру, это вам спасибо. Итак, значит, ну, по стандартной проверке смотрим, сколько она занимает памяти. Но так как это Таск Киллер, немного. 231, у меня всегда свободно 257. То есть, игрушке нужно порядка 26 метров. Ну, это внушительный результат, потому что, если вы помните, танк Хироу занимал приблизительно 30 метров. Но, может быть, все дело в оптимизации. Значит, игра весит 529 мегабайт. И, если память не изменяет, то ее можно перенести на карту памяти. Да, действительно, это так. Она абсолютно полностью поддерживает AppStuCD. Итак, и так как это обзор Тайм Киллеров, поговорим обо второй игрушке, Ассалтер. Значит, игрушка вся представляет, как бы правильно выразиться. Ну, я вначале, когда увидел ее, я вам так скажу. Я не взял ее откуда-то там, с какого-то забора там. Эта игрушка не подзаборная. Я сейчас потише сделаю. Я зашел в маркет, как обычно, с субботним вечером, и захотел посмотреть, что же есть. Так вот, эта игрушка, она набирает очень такую, ну, быстро популярность. Она в разделе, как бы, растущих, набирающих популярность тикер. Значит, что я, когда посмотрел на нее, первое, что я, как бы, увидел, подумал, что она очень сильно напоминает мне Contru. Или, допустим, Contru, которая была на Nintendo, то есть, как бы, более новая, не такая, как с Dendy. Тапаем на экран. Так, заходим в опции. А, я нажал Share, поделиться с друзьями об этой игрушке. То есть, как бы, возвращаемся. Можете подключить свой Twitter, Facebook. Заходим в опции. Значит, что нам доступно там? Единственное, что мы можем сделать, это выбрать громкость. То есть, других нету. Параметры. Итак, чтобы вам было понятно происходящее на экране. Значит, главный герой сам двигается по, как сказать, по территории игровой. Он сам отстреливает от врагов. Единственное, что я направляю, куда стрелять. И просто, допустим, слайд, это скольжение, джамп, это прыжок. То есть, в принципе, эта игрушка, можно было бы сказать, что это тир или раннер, но трудно подобрать, как бы, жанр. Я вот в такие игры еще не играл. Давайте, вы посмотрите и сделайте, собственно, выводы. По ходу загрузки там будут различные советы. Ну и такое же базовое обучение. Итак. Ну, вот видите, он стреляет сам. То есть, я ничего не делаю. Герой сам стреляет. Единственное, что вот я джампаю, делаю слайд. Он делает кувырок. А, ну я не до конца сделал. Кувырок вверх. То есть, лечь там можно. То есть, ну, такая вот игрушка. Ну, вот мы идем вперед. Она не тормозит. То есть, ну, как бы я закрыл вам обзор. То есть, я просто выбираю, где собирать. Тапая вправо, он двигается вправо. Тапая влево, он двигается влево. Тапая вверх, он делает прыжок. Извиняюсь. Тапая вниз, как бы, вот, допустим, тапая вперед, он делает прыжок такой. А, допустим, иногда вот так как тапая под углом, то есть, как бы реже экран, он кувыркается. Для чего это? Это для боссов. То есть, ну, эта игрушка, в принципе, это такая социальная игрушка. Потому что, в первую очередь, я думаю, вот это вот экспо, которое он собирает, это, в принципе, очки. Это никакая не экспо и денюжки. Есть также горнаты. Причем, горнаты мы кидаем самостоятельно. Можем поставить на паузу. Опять-таки, зайти в опцию, там ничего свободного. И мы и не можем поменять. Меню и возвращаемся в игрушку. Давайте сделаем погромче. Итак, я не знаю, найдет ли кто-то из нашей группы, ну, как сказать, фанатам себя вот этой игрушки. Но, как ни странно, я сидел в аудитории, была очень скучная лекция. И, ну, и меня игрушка увлекла. То есть, как бы интересно было. Необычный геймплей. То есть, вот эти вот слайды. Мы получили уровень. Герой стал сильнее. Level number two. Также у нас есть такие разделы, как жизнь и броня. Мы собираем различные колбочки, хп, там, вот появился босс. И, допустим, как надо бороться с этим боссом. Пожалуйста. По ходу обучения нам советуют, что этот босс надо скользить от его ударов, то есть кувыркаться. И надо просто делать горизонтальный слайд такой, чтобы делать прыжок. Ну, давайте посмотрим. Вот мы отпрыгнули от него, убиваем его. Кувырок. Так, я успел увырнуться, поэтому он меня не ранил. Кувырок. Опять меня не ранил. Так, появляются его друзья. Давайте закидаем гранатками. То есть бусство красок. И вон оружие. Чтобы подобрать оружие, надо тапнуть. Тап. И, как бы, вот, мы соглашаемся взять его, мы соглашаемся взять это оружие. Давайте я это возьму так. Оружие будет добавлено в арсенал. Так, я нажал на меню. То есть мы прошли уровень, все. Миссия завершена, мы молодцы. И идем дальше. Так, и по ходу игры нам всячески будут, как бы, вот это, допустим, безопасная зона. То есть здесь мы можем на денежки купить оружие, броню и тому подобное. То есть это лагерь. Подтверждаем. Идем до, допустим, арсенала. Так. То есть можно купить гранаты. То есть даже заменить гранаты. То есть это какие-то модифицированные гранаты. Ничего у нас больше нет. Ну, пускай будут гранаты. И, значит, что? Эквип, эквип. Так, ага. Ну, вот, когда нажимаю поменять, пишут, что нету, как бы, заменяемого оружия, которому можно было бы заменить. Хорошо, давайте посмотрим, что мы можем проапгрейдить. Единственное, что когда появляется такая менюшка, кнопка становится активной не сразу. То есть, как бы я понял, идет расчет на то, что мы прочитаем это. Давайте проапгрейдим мой автомат. Все подтвердит. Давайте еще раз апгрейдим его. Денег я заработал не так-то и мало. То есть на 60% он будет мощнее. А обновление стоит 66 монет. Тапаем, ждем, подтверждаем. То есть все довольно просто. Так, ну, больше обгрейдить нечего. Хорошо. В магазине. Опять-таки ждем. Да-да-да. Тап, ну, подтверждение не активно. Проходит время. Все. Можно купить там полностью восстановить все здоровье. Купить гамбургер. То есть броню. И тому подобное. То есть, в принципе, игрушка такая для обучения. То есть, также мы можем выбирать героев. Как вы, наверное, видите. Герои, у них всех отличаются уровни. То есть, разные уровни. Давайте возьмем этого паренька. У него ракетница. У этого паренька снайперская винтовка. То есть, все они отличаются по своей классификации. И тапаем на миссию. И каждый из них по отдельности качается. Вот такой вот шинерос. Пожалуйста. Мы выбираем, куда нам идти. То есть, миссия 1. Выбираем уровень. То есть, это поначалу игрушка кажется такой неинтересной. Все заблокировано. Ничего не доступно. Я выбрал, если я правильно тапнул, то я выбрал вторую миссию. И, в принципе, да. Ну, вот она грузится. Да, это уже на мотоциклах. Опять-таки, как в контре. Ну, в общем, игрушка замечательная. И теперь я в спешном порядке... Выходим в меню, да. В спешном порядке сворачиваю этот скринкаст по той простой причине. Кстати, да, вы можете продолжать игру. Не беспокойтесь, все сохраняется. У нас на YouTube ограничения в 15 минут. А я что-то увлекся, поэтому осталось 20 секунд. И я скажу свое классическое прощание. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Надеюсь, вам очень понравилось. С вами был Владимир. До скорых встреч. Всем счастливо и приятной игры на выходных. До скорых встреч.